Всем привет! Это видео немножко необычное будет, необычное, но потому что, ну обычно, когда я какой-то проект делаю, то снимать видео об этом проекте я начинаю где-то с середины проекта или даже ближе к концу, когда уже проект в стадии завершения. Или вообще, когда он уже завершенный и давно закончен, и я тогда снимаю такое обзорное видео, что вот типа я такое сделал. Но этот проект я буду делать по-другому, по-новому для себя, но может быть вам так будет интересней. А проект, может быть, кажется не очень интересным, потому что я хочу сделать пробник-тестер для проверки светодиодов, стабилитронов, высоковольтных диодов и так далее. Ну, возможно, вы подумаете, а зачем это делать? Они вон продаются на Алиэкспрессе даже разным, там можно выбрать какой-то, какой больше нравится. Но не нравятся мне те, что продаются, мне хочется самому сделать, да и самому как-то приятнее и интереснее. И сейчас этот проект как раз на стадии разработки схемы. То есть я еще пока только обдумываю, как это все будет сделано, из чего. Я уже купил корпус, но пока не знаю, подойдет ли этот корпус или нет, может быть какой-то другой. В общем, пока все на стадии размышлений, обдумываний. Поэтому это такое видео вступительное. И если у вас будут какие-то, может быть, идеи, предложения, так что пишите в комментариях, это будет очень интересно почитать. Я все еще думаю над тем, как этот тестер должен быть сконструирован. Но сегодня я вам кое-что покажу. Значит, основные принципы этого тестера, он должен давать некое стабильное постоянное напряжение 40 вольт. Ну я решил, что это такое напряжение оптимальное, не сильно большое, чтобы не сжечь нежные какие-то компоненты чувствительные. Ну и достаточно высокое, чтобы можно было, ну например, вот высоковольтные диоды проверять. Ну и также удобно, когда есть возможность не один светодиод проверить, а сразу цепочку там из двух, трех, четырех светодиодов. Поэтому 40 вольт. Ну и выбрал, чтобы, скажем так, безопасно и в то же время это работало, выбрал небольшой ток в полтора миллиампера. Ну один-полтора где-то вот в этом диапазоне. И сейчас продемонстрирую. Я собрал небольшой прототип. На самом деле это обычный повышающий модуль, который повышает до 20 вольт. Ну я с него получил 40 вольт. Питается он от напряжения 4,5 вольта. Я решил, что буду использовать питание от батарей, три батареи типа 3А. Ну потому что так удобней. Значит напряжение 40 вольт. И ток, ну вот сейчас ток будет немножко больше, не полтора миллиампера, он будет больше. И мультиметр показывает падение напряжения на этом светодиоде. Так же можно 2-3 светодиода проверять, ну и так далее. До 5 светодиодов можно проверить. Уже 38 вольт, то есть больше не получится. То есть если 6, уже 6, все, нет, он не проверяет. Так же можно, например, высоковольтный диод проверить. То есть если вот в обратную сторону его включить, то 40 вольт. То есть он не открывается. Если в прямом направлении включить, 7,5 вольт. То есть диод открывается. Так же стабилитрон. Это стабилитрон КС-518А. Так, где у него там катод анод? Вот 18 вольт практически ровно. Ну интересно, что здесь у меня как бы два варианта сейчас. Сейчас подключено через стабилизатор тока, ну или источник тока. И можно даже посмотреть, что ток при этом стабильный. Положу, чтобы не мешал, но было видно. Так вот. Если проверять один светодиод, то ток почти 2 мА. Если проверять 5 светодиодов, то ток точно так же, почти 2 мА. Ну, есть здесь у меня и второй вариант. Уже не через стабилизатор тока, не через источник тока, а просто через резистор. И в этом случае... Так, наоборот. В этом случае ток короткого замыкания получается 1,2 мА. Через один светодиод 1 мА. Через 5 светодиодов, ну уже совсем что-то мало. Меньше 100 мА. Ну, у первого варианта есть недостаток. То есть, в таком режиме потребляет больше. Если просто резистор, вот как сейчас подключено, он совсем там какой-то мизерный ток. И батарей будет хватать очень надолго. Если через источник тока, то расход будет больше. Ну и покажу схему. На данный момент это еще не окончательная схема. Но, скорее всего, она уже сильно не изменится. Все основные блоки здесь как бы уже есть. В верхней части преобразователь и, собственно, на двух транзисторах источник тока сделан. Также здесь есть внизу схема зарядки литий-ионного аккумулятора. Но я не уверен, что я хочу именно литий-ионный аккумулятор. Потому что, ну, батареи здесь будет вполне достаточно. И они очень удобно будут работать. Но пока это в схеме остается, я еще, может быть, не знаю. Буду думать над этим. Так что пишите в комментариях ваше мнение об этой схеме, об этом проекте. Интересно вам или неинтересно. Потому что, ну, если вам неинтересно, то, в принципе, я не могу и не снимать это видео. Я просто для себя сделаю этот тестер и буду им пользоваться. Потому что, ну, мне он полезен. Мне проверять светодиоды на телевизорах, на подсветке телевизоров. Так что мне такая штука очень даже полезна будет. Ну и также, если вы какие-то есть у вас идеи, предложения, может быть, что-то изменить в этой схеме, что-то добавить или что-то убрать, тоже пишите. Будет очень интересно. Когда выйдет следующее видео по об этом проекте, я пока не знаю. Но постараюсь не затягивать. Поэтому пишите в комментариях ваше мнение, ваши какие-то советы, рекомендации. Ну, у меня пока на этом все. Всем пока.